Друзья, я рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Мы на программе «Влияние». Я не один сегодня. Пастор Василий Гортовил. Приветствую, пастор. Welcome back в солнечную Калифорнию. Слава Господу, слава Господу. Как Калифорния тебя встретила? Да, нормально, тепленько. Все хорошо, да? Да. Нас холоднее чуть-чуть. Вас холоднее? Пастор несет служение в штате Каролайна, в штате Северная Каролина, Норск-Калорина. Прекрасный город Айшвелл. И название церкви… Славик Центр Салвейшн. Славик Центр Салвейшн. Welcome back. У нас будет, друзья, интересная тема сегодня, поэтому пригласите ваших друзей и знакомых. Почему? Потому что мы будем говорить о духовных истинах, о основополагающих истинах. И мы будем говорить о том, о чем мы делились до эфира, пастор, с тобой, относительно проходит церковь сейчас день, так сказать, празднования Пятидесятницы, в сошествии Святого Духа, с чем мы искренне поздравляем всех, без исключения наших зрителей. Особенно, наверное, мы поздравим тех, для которых Пятидесятница – это не галочка в календаре, а для которых Пятидесятница – это жизнь, это часть реалий, да, это часть нашей жизни повседневной, это наше хождение в Боге, хождение с Богом, это пребывание в Духе, это хождение в Духе, это исполнение Духом Святым, то есть для тех из нас, друзья, мы благословляем вас и искренне поздравляем вас. Да, пастор? Да. И мы начнем с тех мест с тобой, о чем мы говорили, пожалуйста, у тебя, я знаю, открытая Библия, это Деяния Святых Апостолов. Первая глава. Первая глава. С восьмого инициа. «Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения, его вдруг предстали, им два мужа в белой одежде, и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Это было событие, которое больше не повзорялось до этого и больше повторяться не будет. Ангелы сказали, что вы увидите его, когда он привернется, так как вы сейчас видели его поднимающимся, так он придет. Это событие, если мы вспомним то событие, о котором ты прочитал, оно, мы не можем только о нем говорить. Мы давай вернемся чуть-чуть, и оно включает всю жизнь Иисуса Христа на этой земле. Мы не можем говорить, что он вознесся, а что было перед этим, не сказать, это будет неправильно. Как-то что-то мы упустим. Потому что, если взять для учеников, то он был 3,5 года, они были с ним до этого момента. Если взять его время, то он был намного больше. С того момента, когда он оставил небо, он оставил славу небес, так написано. Он оставил славу небес и пришел на эту землю. Он вырастал, он родился на этой земле. Он вырастал, как все люди. Он рос в семье. Он подчинялся родителям. Он возрастал в духе. Он был близко, его близкие отношения были, будем говорить, к храму, к синагоге. Каких-то друзей имел в детстве, несомненно. Сто процентов он рос, как все. Просто некоторые моменты есть. Может, я не думаю, что все описано для нас. Но некоторые моменты такие, например, как, когда его там ищут. Когда потеряли его. То он говорит им, разве вы не знали, что мне принадлежит быть там, где что принадлежит моему отцу. Он давал нам йоги конкретные, что он должен быть в храме, там, где Бог пребывает, там, где служение. Они могли даже этого не заметить, родители. Они не могли не предвидеть такие мелочи. Если говорить для родителей. А если, пока он возрастал, до 30 лет, пока он начал служение. Если говорить за жизнь апостолов, то там очень обширно. Мы могли бы говорить целых несколько вечеров за учеников. Потому что они были люди, подобные нам. Он их выбрал. И даже некоторые говорят, что, видите, он ошибся. Что он выбрал себе Юду. Нет, он не ошибся. Я не думаю, что он ошибся. Он знал. Но он выбрал. Он поступил так, как поступает Бог. Он выбрал разных людей. Разной активности. Хотя он выбрал людей, которые были преданы ему. И эти люди, которые были подобны нам, то мы можем многому поучиться. Многому поучиться. Иногда христиане, мы на этой земле, если вдруг что-то не получается, и мы сразу же разочаровываемся. Вот, мы не получили. Там что-то провалилось в наше тело, которое мы прилагали усилия, что-то делали, не так получилось. Или там где-то согрешил, где-то не поверил. И кажется, что это все уже непоправимо. То как раз мы имеем учеников. И мы можем сегодня чуть-чуть мы коснемся. Мы можем говорить, что они были очень на разных уровнях. На духовных уровнях я имею в виду. Они были очень на разных духовных уровнях. И плюс к этому у них было разное прошлое. Часть из них были рыбаки. Часть из них были в прошлом сборщики налогом. Да, то есть это не было что-то такое, что Христос выбирал... Одинаковых людей. Совершенно верно. Под шаблончик. Под шаблончик. Христос не выбирал самое идеальное. Самое идеальное он не выбирал. То есть Христос видел в каждом из них. Он и шел намного дальше, чем окружающие люди видели. Потому что окружающие религиозные лидеры критиковали их. Говорят, это какое-то простонародие. Они имели шаблон для святых людей. Вот. А Христос... И в этом есть большой пример. Потому что много людей, даже иногда... Ну, ты же знаешь, ты был пастором в церкви. Мы же имеем с христианами дело. И иногда говоришь, намекаем кому-то. Слушай, тебе уже пора принять крещение. А он говорит, я еще не готов. То как раз он дал пример этот, что он очень разных людей. Потому что люди, которые кажут, что я не готов еще принять крещение, он на кого-то равняется. Он смотрит, что я еще не такого, как этот. То я не могу принять крещение. Но как раз этот пример говорит, что для Христа нужны разные люди. Но какие разные? Разные люди, но те, которые имеют цель, которые к чему-то двигаются, самоутверженные. Потому что, помнишь, были моменты, когда некоторые люди подходили к нему и говорят, я пойду за тобой, а он говорит, не надо. А другому говорит, давай, иди за мною. А он говорит, разреши мне там еще разорваться с родителями, похоронить их, а потом, каже, я пойду. А он говорит, нет, достал. Там есть кому хоронить, а ты следуй за мною. Значит, он видел разницу у людей, которые не способны идти, ну, не способны, не самоутверженные, и не готовы отрыться от себя, от своего, забыть то, чем они занимались вчера. А здесь он нашел в этих людях, в разных, как ты говоришь, и в сборщике, налогов, и мытарей, и бизнесменов, солидных людей, но те люди, которые были самоутверженные, он их нашел, они были готовы. Не написано, что Петр, когда он позвал их, что Петр какой-то эксклюз говорил, сказал, разреши, дай я подумаю, и завтра я тебе скажу, как мы иногда говорим, дай мне три дня, неделю я подумаю, потом я скажу, мы не видим нигде. Написано, что Петр раз собрался. Как за этого мы читаем за Елисея, когда Ильи кинул милость, то Елисей, секундочку, уже волы режет, уже палит плуги, и Илья поджидает, он расправился с этим, закончил и ушел. Что-то видно, что-то в призвании учеников, и в тех моментах, в моментах воздействия, когда Христос подходил к ним и говорил, следуй за мной, было что-то сверхъестественное и божественное, я верю в это. сам Бог призывал людей на служение, то есть сам Бог, и видно было что-то в его речах, в его слове. Они видели кого-то в нем, вот это совершенно верно. Ты видишь, та женщина, написана, которая просит мужа, что сделаем горницу для Ильи, то каждая, она видела, что это человек Божий. Это человек Божий. И что слово Божие в устах твоих истина. Да, и они видели в этом, но, даже вернемся еще раз к тем людям, кому он сказал, что не надо идти за мной, то они тоже видели в нем, если просились с ним ехать. Но он видел, что они те люди, которые будут взираться назад, они неблагонадежны. Совершенно верно. Для царствия Божия. Хорошо, почему Иуду он избрал? Мы готовы ответить на этот вопрос? Я думаю, что мы не готовы. Не готовы. Сегодня ответить на этот вопрос. И причем, почему мы не готовы ответить? Потому что мы точно знаем, что он знал, кто будет Юда. Да, несомненно. Потому что это давно написано было за Юду. Несомненно. А почему он избрал? Для того, чтобы совершился Божий план? Или для того, чтобы показать, что он одинаково относится к всем людям? И к тем, которые его благословляют, и к тем, которые его проклинают, то мы не готовы сейчас ответить, А может, ответом, и два этих твоих ответа есть, два правильных ответа и есть, то, что ты первое и второе сказал. То, что это и план Божий был. Да. И второе, то, что ты сказал, действительно, Его никто не упоминет, что он относится к ним не одинаково. Он дал шанс, другим словом, всем без исключения, следовать за ним, войти в предназначение, исполнить Его Слово, исполнить Его волю и получить обещанное. И действительно, одиннадцать из них ответили, но Иуда имел шанс. Иуда имел шанс. Иуда имел шанс. Точно так, как имел шанс, грех господствует у сердца твоего, то есть, грех стоит у дверей сердца, но ты господствует. Каин имел шанс. Ну да, Бог ему давал шанс. Бог давал шанс, да. Точно так, я верю глубоко, что Иуда имел шанс. Иуду мы не считаем, чтобы Иисус ему давал шанс, но мы верим, что он имел шанс. Ну а как же, он видел на личности, на примере, на жизни Иисуса Христа, он видел массу примеров. Конечно. Да, действительно. И ты знаешь, еще, вот я слушаю, еще что мне пришло на сердце, важно отметить, очень важно отметить, то, что на страницах Нового Завета, да и Старого Завета, по большому счету, но мы в частности говорим относительно учеников в Новом Завете, то, что на страницах Евангелия Нового Завета оставлены и сильные стороны учеников, и слабые стороны учеников, говорит о том, что это действительно подлинное написанное Слово Божие. Потому что если бы человек по плоти хотел бы свою религию в красивом свете предоставить для народа, он бы выдвинул самое красивое, самое такое вот завуалированное, все в красивом свете, под прожекторами, правильная подсветка, чтобы было, но здесь мы видим, как ты говоришь, видим Петра, который... Зато очень часто в Библии говорится, что это преобразы для нас. Да. Примеры показаны, чтобы мы могли видеть. Давай вернемся еще раз к Юде. Смотри, что еще я вижу? Мы видим одну вещь. Иисус ни разу не упрекнул его. Ни разу? Ни разу. На вечере уже там он показал все, как слуга для своих учеников и для Юды тоже. И он не упрекнул его. Один из проповедников, я слыхал, то он говорит, если на вашем пути появляются Юды, то вы не спешите расправиться с ними, они сами с собой расправятся. Как Юда. Да. Он сам с собой навел порядок. Христа, руки там не были, даже его слова одного не было упрек. Он сам. Да. Но давай вернемся еще раз к ученикам, как ты говоришь, слабая сторона. Я как-то рассуждал чуть-чуть. И смотри, если мы просмотрим три с половиной года, только те вещи, которые написаны, мы верим, что много не уписано. Потому что так написано, оно не поместилось бы. Не хватило бы книг описать все, что делали с Узи, что было с учениками. Смотри, какие разные. Мы разные периоды, не будем идти по порядку. Один момент, когда они видят, что его лицо поменялось там, когда на горе преображения, они в восторге. Они говорят, все, для нас уже не надо ничего, тебе кущу сделаем, а нам уже не надо, мы уже поспим на траве. Нам не надо даже кущей. Они видели Божью славу, все, они были на высоте. Потом вернемся чуть-чуть ниже. Момент, когда Иисус пошел впереди, а они сзади идут. Ну, может, кто-то рядом с ним шел, как обычно, идут. И они сзади спорят между собой. Кто больше? Как власть поделить. Когда Иисус встанет. Ну, он остановил их. Может, им неприятно было, так как всем людям неприятно. Потом другие случаи, когда они пытаются что-то сделать, у них не получается. Они, может, как люди, как часто бывает в жизни нашей, в жизни в церквях, людям способственно показать себя. И они, не дожидавшись Иисуса, они думали, пока Он придет, а мы сделаем это. А у них не получилось. Помнишь, отец говорит, я привел к ученикам, а они не могли сделать. И им, представьте, неприятно. Если бы мы с тобой там были, как было бы стыдно. Иисус пришел, и там потом, когда они остались сами, они спрашивают, а почему мы не могли сделать? Им самым интересно было. Ну, обычно, знаешь, как мы находим извинения, когда у нас... Ну, это не у тебя, это я за себя говорю. Когда не получается, я обычно говорю, ну, у тебя веры нету там, или у вас нет веры. Да, так, к сожалению, вот так мы устроены. А они пришли ко Христу, и действительно, говорит, мы не могли сделать это. Да. Кстати, недавно мне рассказывают случай, что, скажем, мы пришли, рассказывает Данилен, отец, мы пришли с женой к служителю и говорим, что они какие-то как стрессы или депрессии. Депрессия, да. А у жены, скажем, мы пришли, а пастор говорит, да вы что, скажем, тот, кто у нас сильнее того, кто в мире. Но нам это не помогло, скажем, потому что она какая была, такая есть. Понимаешь? Но так было и с учениками. И много других. Смотри, потом в другой раз он упрекает их за неверие. Почему вы так мало веры? Потом, что самое хуже было для них, что самое хуже было для учеников. И таких много примеров мы могли бы приводить, где они были на высотах, были на низинах, где они разные случаи имели. Или он говорит им... Побудьте хотя бы часом. Помолитесь, пожалуйста, за меня. Он там почему-то распределил. Есть очень тайны, большие тайны, которые тоже нам о чем-то говорят. Иногда в церкви, если ты кому-то что-то поручил, а кому-то поручил меньше, это тоже убежается, почему ты этого выше, этого ниже. Смотри, как сделал Христос. Он заходит в Евсиманию. Все ученики с ним. И говорит так, вы останетесь здесь, а я пойду дальше. Но он пошел не сам, он еще троих взял с собой. И казалось бы, почему он делит. А что, они не одинаковые все? Одинаковые. А он почему-то делит их. И для нас тайно, но он знал, почему он это делал. Несомненно. Так, и служители в церкви, если они что-то делают, то они знают, почему делают. А людям иногда это не нравится, они недовольны. Даже Христос однажды сказал, а тебе что до него? Да. Ты следуй за мной. Да, сто процентов. Потом он оставил этих троих еще и пошел еще сам дальше. И ему нужна поддержка. Он надеялся на их поддержку, просит их вернуться, а они спят. И даже он просил их хотя бы час. Просит, хотя бы один час пободрствуйте со мной. Оставили их, как говорят, отчитали их чуть-чуть, пошел опять вернуться, а они снова. Уже думал, может, уже сейчас будут бодрствовать, а они снова не молятся. И так третий раз он молится. Еще одна мысль здесь есть, оно напрашивается. Смотри, как он тусковал, мы ни разу не видим. Он по обыкновению то пошел в Гефсиманию. Он часто там был в Гефсимании. Больше мы читаем, где он молился. Но чтобы такие молитвы были, ни разу не были. Потому что очень близко уже был тот час, на который он пришел. И он сильно волновался, сильно переживал. И мы можем рассуждать, почему он волновался. Мы можем по-разному. Можем гадать, можем говорить. И так волновался, как ты говоришь, тосковал и ужасался, что даже Ангел Божий явился и укреплял. Пришел и укреплял. По символитве, конечно. Но я думаю, что он был в сильном переживании, чтобы он исполнил все то, для чего он пришел. Хотя была попытка. Как мы когда-то с тобой говорили, что людям приходит всегда мысль сдаться на каком-то тяжелом участке. То в него это проскучило. Потому что он говорит, отец, а может как-то возможно, чтобы я обошел. Доминует меня час. Доминует меня час. Значит, пришло и в его жизнь это. Но тут же он поправляет. Впрочем, не моя воля. Впрочем, скажи, я пришел и давай помоги мне исполнить все то, на который час я пришел. То есть в личности Иисуса Христа этим самым подтверждается истина о том, что ты говоришь, что в личности Иисуса Христа сочеталось, было сочетание две природы. Божественная и человеческая природы, да. То есть ему были присущи и боли, и страдания, и слезы, и переживания, и скорби, и плач. Ему все было присуще. Я не верю в то, что, может, кто-то говорит, или есть люди, которые говорят, что он был сын Божий, ему было легче переносить. Нет. Он взял плоть человека. Тяжелее было переносить. Он взял плоть человека. Может, даже в нас в воскресенье кто-то из проповедников говорил, и говорит, что, может, его не так эти гвозди болели руки, как его давила тяжесть грехов всех людей, которые он взял на себя. Я однажды, знаешь, как где-то проповедовал, по-моему, эту мысль тоже говорил. Я, знаешь, как говорил, что почему я считаю, что ему тяжелее было, намного тяжелее было устоять в искушении. Даже когда дьявол искушал его в пустыне. Показывал одно, второе, третье, показывал все царства мира, потом показывал хлеб, говорит, из камня сделай хлеба написано. Потому что в наших случаях, когда мы встречаемся с серьезнейшими искушениями, испытаниями, трудностями, очень часто, очень часто, но это я не о тебе говорю, очень часто, что мы спотыкаемся, очень часто, что мы сдаемся. Христос... Или, по крайней мере, приходит мысль сдаться. Приходит мысль. Конечно. Христу, Иисусу Христу, в каком-то, в правильном смысле этого слова, друзья, не сочтите меня неправильно, то есть не сочтите это слово неправильно, поймите правильно. В каком-то смысле этого слова Христу нельзя, не имел права на ошибку, в каком-то смысле. Да, все правильно. Почему? Потому что на его плечах лежала судьба не только прошлых тысячелетий, но всех будущих тысячелетий. «Тьмы тем спасенных». Там написано, Иоанн видел «Тьмы тем спасенных». Миллиарды спасенных. Слишком много было поставлено. И он видел, какая большая задача перед ним. Поэтому в этом случае ему тяжелее было. Ему надо было идти до конца. Мы идем, 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 идем. И сколько такое в нашей жизни, сколько такое. Мы говорим, слушай, все, я это перенес, я это перенес, я в это здесь устал, но здесь уже я не могу. То есть, а Иисусу Христу надо было идти до конца. Продолжай. И я как-то недавно говорил, представь себе, какая напряженка была на небе. Он уже там 34 года, как уже оставил славу небес и ушел на землю. Но все на небе знают, для чего он пришел. И тут в Евсимании он просит, если возможно, пусть чажесия пройдет в меня. Представь себе, какая напряженка там была. Как дожидали результата конечного, что он скажет. И вдруг он говорит, окей, хорошо, я согласен. Не болитовал. И плюс, когда Петр отсек ухо слуги первосвященника, помнишь, что Христос говорит? Разве ты не думаешь, что я могу умолить отца, чтобы он дал сколько? Легион ангелов. То есть Христос знал, что у отца готовый легион. А это сотни тысяч, легион это сотни тысяч ангелов. Один ангел. Где там одному ангела хватало. И все, и достаточно. То есть, как ты говоришь, действительно, Христос знал, что все небо, оно как раз сосредоточено было. Он ожидает, сосредоточено на этом событии. Сосредоточено на этом событии, да. И небо, и ад были сосредоточены. Все наблюдали. Потому что дьявол знал, да, дьявол знал. Дьявол тоже знал. Кое-что много, может, не все знал, но очень много знал. И смотри, давай вернемся еще раз к ученикам, о которых мы говорим, которые были на высотах, на низинах. И еще раз, еще раз, это события, когда мы говорим о учениках, они, я думаю, они укрепляют нашу веру. И многих тех, которые нас сегодня смотрят и слушают, потому что, что когда мы на низинах, то мы видели, что многие мужья Божьи или большие люди, они были тоже, они проходили высоты и низины. Не только по высотах шли, они были на низинах. И смотри, последний момент. Они даже многие слова, мы иногда говорим, будьте внимательны, слушайте проповедники, так говорят, мы так говорим за кафедрой. И я думаю, Христос так само говорил ученикам, для того, чтобы они слушали. Он говорит так, поражу пастыря, написано, рассеются овцы, скоро уже меня не будет с вами, меня возьмут, распнут, вы разбежитесь. Они так кивали головами, да, понятно, Иисус, понятно, учитель. А они ничего не поняли, абсолютно. Потому что если бы они поняли, то они бы не сделали это, что они сделали. Они в самую трудную минуту жизни, когда ему было тяжело, а они оставили, и они разбежались. Ну, это не после, они уже вспоминали эти моменты, но главное, они разбежались. И представь себе другую картину. Когда уже они встречаются в Галилее, и мы не знаем, о чем они говорили, но хотя бы они ничего не говорили, но они просто вспоминали, помнишь, как те двое учеников, которые шли, они говорят, а не говорило ли в нас в сердце, когда он говорил, они вспоминали. И те ученики, которые разбежались, а все разбежались, им было стыдно посмотреть ему в глаза. Что столько лет мы были вместе, друзья, он столько помогал, делал. Чудеса видели. Чудеса видели. И вдруг, в тяжелый момент друга, мы оставили друга и убежали, запрятались, когда нужно было подать ему чашку холодной воды, хотя им бы никто не разрешил это сделать, но они даже не пытались. Они убежали, они были на той высоте, на духовной, я в кавычках говорю, они разбежались, они попрятались. Мало этого, плюс до этого. Смотри, мы только несколько примеров приводим. Они, даже те двое, о которых мы вспоминали, они говорят Иисусу с недовольствием. Они говорят, что разве ты один, пришедший, не зная, что случилось, что произошло, был. Они уже не говорят, учитель, сын Божий, они говорят, был пророк Божий. Был, мы было надеялись на него. А вот уже три дня, и не знаем, что произошло, чем кончится. Некоторые женщины, когда нас смутили, что он воскрес, представь себе, те ученики, которые не раз слышали, что он воскрес, нет. А сейчас говорят, что когда нам сказали, что он воскрес, они говорят, это смутило их. Женщины смутили. Не возрадовались ученики, что он воскрес, а смутились. Их привело как-то в непонятные вещи, в смущение, что он воскрес. Типа, из этого понятен, что они не верили вообще. Они в данном положении. Мы не говорим, что они всегда были такие. Но в данный момент мы, как эта графа выше, ниже идет. И так были ученики. Они все разбежались. И так дошло до самого... Они встречались, они говорили, кто верил, кто не верил. Мы же видим, что не верил, потому что некому он показывал руки, говорит, что ты не веришь, говорит, вот, посмотри, мои руки, мои ребра, посмотри, убедись, что это я. Они убеждаются, все, снова, в чем-то дальше. И вдруг наступает момент, когда они уже, я так думаю, давай представим себе. Уже прошло до Вознесения, сколько прошло? 40 дней. 40 дней прошло. И за этих 40 дней, написано, что он явился более 500 братьев, тем более ученикам много раз являлся. Они уже встречались, они убеждались, что он через закрытую дверь заходит и так дальше. Все, уже вроде налаживается. А тут разве он вознесся? Они опять остались. Он говорит им, ну, вы не отручайте, что это Русалима ждите. Обещанного. Обещанного. И я уверен, что они опять, то, которое он говорил им за Дух Святой, который мы, еще раньше, мы перед тем, чем он вознесся, то он напомнил им, для того, чтобы, когда они будут возноситься, он мог им просто сказать, что вы будьте в Иерусалиме, не отручайтесь. Но чтобы они не были в смущении, он перед этим, смотри, стишок 8, да? 8 стишок здесь написано так. Это перед тем, чем он вознесся. Но вы. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и по всей Иудее, и Самарии, и даже до краев земли. А потом, после этих событий, после этих слов, то есть, началось то событие Вознесения. Он тогда вознесся. Но я уверен, что они, как и остальные слова, они этого не заметили. Относительно сушествия Духа Святого. Они просто помнили, что первый раз он сказал, что мы встретимся в Галилее, я предваряю вас. И сейчас он сказал им, что вы ждете в Иерусалиме, не отручайтесь, будьте. И они уже, ну хорошо, будем ожидать в Иерусалиме, и посмотрим, чем это все кончится. Или давай еще такую сторону посмотрим, какое нападение со стороны дьявола ученики несли. Потому что то, что внутри их проходила борьба, это еще одно. Но они имели со стороны давление, дьявол давил, ну в лице своих работников на этой земле. Написано, что когда он воскрес, пустили чутку, и не кто-то другой, а охранники, которые ее охраняли. Кто лучше знает ту ситуацию, которая была на Голгофе, как те охранники, которые ее охраняли. Когда мы спали, ученики... Мы ученики его украли. И мы с тобой знаем, что неправда быстрее распространяется, чем правда, ложь. И это подхватили все, потому что это было выгодно всем, кроме искренних, учениками, тем, которые были преданы, которым он помог, которые он изнал бесов, исцелил, спас, помог. То тем не было все равно. А остальным было на руку то, что провалился план учеников и вместе Иисуса. И еще это чутко распространяется по земле, что его украли, и там разные толки, кто как хочет, так обманывает. И вдруг прошло 40 дней, и те ученики, которые как будто, о которых говорили, книжники, фарисеи, римляне, которые говорили, что они украли, а они говорят, что он вознесся, его нет. Значит, любой мог сказать, видите, подтвердилось. Они украли его, они его прятали, сколько прятали, сколько смогли, а дальше не смогли, то ему уже ничего не осталось, как сказать, что он вознесся на небо. И все. Следы в конце ввода. То есть недоброжелателем это было явно, и дьяволу явно на руку. Это очень на руку было, очень на руку было этим людям. Как один раз я видел одни съемки, и были напутаны, это наши христиане, многие смотрели, были напутаны съемки, они очень хорошо, и некоторые люди, даже христиане поверили, что как, когда водное крещение делают, как тупили люди, которые им не были нужны, и тут говорят, подержи, подержи, еще вводят, типа пока дышит, пока не затонет. И люди говорят, видите, что делали верующие, но это же ложь. Это же мы знаем, что никто так не делал. Наоборот, мы преследуем эти цели, так как Библия говорит, что Иоанн крестил, где было много воды, где погружал в воду. Ну а как же, да. А здесь мы как-то относимся к тому, кто брызгает только, что это недостаточно, хотелось бы погрузить в воду, чтобы было как мугила, а они пустили чутку враги, и Иисус говорит, что христиане топят людей. То есть, вот эта дьявольская ложь, ничего нового нет. Он всегда использует ее, и использовал, и использует для того, чтобы... Он любой факт, в Библии, которую мы находим, он любой факт извращает, перекрутит, и, ну, получится-получит, не получится-не получится. Это он такой человек. Получится-получит. Написано лжец от начала, не устоял в истине. Но оно приносит много вреда для тех, которые не утверждены в истине. Зато Библия, Слово Божие учит нас, чтобы мы занимались этим Словом, читали, чтобы оно было в наших сердцах. Это Слово Божие. Смотри, Христос, Он не говорил ему какие-то сказки дьяволу, а Он говорит, написано так. Нет, я это не сделал, ему написано так. Написано так. А в тот момент, или в тот период, когда мы не знаем, как написано, мы не уверены, как написано, тогда ложь дьявола, она нас сбивает. Так, дело в том, что дьявол же писание знает. Он же цитирует писание. Дьявол знает писание, к сожалению, чем очень многие христиане, которые даже нас смотрят сегодня. Он так и не знает. Потому что если бы Христос ответом на вопрос дьявола не аргументировал писанием, его ответом было слово из Библии. Ну да. Потому что дьявол же цитирует писание. Ну да. И очень важно. Некоторые думают, что дьявол атеист. Некоторые заблуждаются, даже некоторые из наших зрителей, они считают, что дьявол атеист. Дьявол очень глубоко верующий, он неверный, но он верующий, он знает, что есть Бог, потому что он там был, он видел Бога лицом к лицу. И поэтому дьявол не атеист. Я думаю, никто с нас, с людей, не верит так, как он верит. Несомненно. Потому что он все видел наяву. То, о чем мы только догадываемся, а он там был. И даже написано, что трепещет. Трепещет. То есть бесы трепещут. То есть дьявол трепещет. Он боится. Дело в том, что мы позволяем себе, мы вкусили, как благ Господь. Мы видели славу Божью. Мы, нам прощены грехи. Мы получили спасение. Бог дал нам жизнь вечную. И мы очень часто не трепещем. Мы как-то вольно, гуляемая душа, как-то себе так разбрасываем нашу жизнь по переулкам, по изгородям, по площадям, по пустякам. Дьявол трепещет. Тем более, не должны ли мы жить благоговейно перед Богом, трепетать, в смирении ходить перед тем, который сотворил нас. Продолжай, пастор. И смотри, в тот момент, когда враги радуются, что Иисуса не стало на земле, дьявол, и враги радовались, что все, нету Иисуса на земле, наконец-то они избавились от Него. Смотри, что произошло. А ну-ка. Давай мы прочитаем, это евреям, да? Написано, Павел говорит, что где появился Иисус. Ты говоришь за четвертую главу или за десятую? Десятую главу, двенадцатый стишок. Или даже больше, ниже. Смотри, он же, принесший одну жертву за грехи. Навсегда. Воссел одесную Бога. Тогда, когда люди, враги радовали, что его не стало на земле, а он воссел одесную Бога. Но что дальше? Смотри, какая интересная, не тоже интересная, а важная мысль. Ожидая затем, доколе враги его, те, которые радуются, радовали, что его не стало, что они будут положены в подножие ног его. Вау. И еще, сейчас для нас очень важно. Четырнадцатый стих. Четырнадцатый. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенным освящаемым. Вау. Одним приношением. То есть, он постоянно приносит себя в жертву, постоянно идти на голову он не будет. Некоторые заблуждаются. И дьявол, это снова же дьявольская ложь. А, я там, вот в следующий раз я вот и покаюсь. Вот еще один раз, если Христос умрет, тогда я уверую. Один раз. Одним приношением. Написано, однажды к концу веков явился. Однажды. Один раз. Не два раза, не три раза, не четыре раза. Единажды сделал. И сделал совершенным освящаемым. Навсегда. Но ты смотри, здесь какая интересная, не интересная, а очень важная и прекрасная мысль для нас. Написано так. Он, когда сделал приношение на Голгофе, он сделал совершенными тех, кто поверит в жертву Голгофа. Что ты понимаешь под словом совершенными? Что это такое? Спасенными? Спасенными. Спасенными. Я твердо верю, что он совершил спасение. Он раз совершил, и написано, те, кто поверил в жертву Голгофа, он спасен. Но, может, кто-то уже сделал вывод, что мы хотим сказать. Но это еще не все. Сейчас Иоанн пишет, что он сидит в сне Бога как ходатай. И следит, я так вижу. И он следит, чтобы то совершенство, которое он дал, или спасение, которое он подарил нам, спасенным христианам, которые поверили в его спасение, чтобы они сохранили это совершенство. Чтобы оказались верными до конца. Иоанн так пишет. Иоанн пишет, что он как ходатай. Кажет, мы имеем ходатая. Кажет, я пишу вам, чтобы вы не грешили. А если бы? А если бы кто-то согрешил, то он не говорит, все, ты пропал, если ты согрешил. Он говорит, не-не-не, мы имеем того, который следит, чтобы мы были совершенными. Чтобы дух, душа и тело были бы у всей целости сохранены до его пришествия. Это его цель. И он внимательно следит. То есть, он не просто сидит по правую сторону своего отца и ничего не делает. Он дальше работает на церковь. Он работает на церковь, в его интересах. Он следит за тем, чтобы его церковь и дожидает момента, когда он сочетается с невестой или когда тьмы, тем, миллионы спасенных придут туда, на небо. Он ожидает. И для этого он работает. Там же работает. Кажет, это так Диан пишет. Да. Вы, если бы кто-то согрешил, то мы имеем ходатая. Поэтому много людей, если согрешил, дьявол говорит, все, ты пропал, тебе нет выхода. Нет, ты не пропал. Спасение он тебе дал, ты можешь пропасть в таком случае, если ты откажешься от этого спасения. А если ты не откажешься, если ты потяжешь руку, просишь милости, то он как куда-то и поможет. До тех пор, до каких в моей груди и в твоей груди и в вашей груди есть дыхание и сердце бьется, до тех пор есть шанс. Есть шанс спастись или поменять свое положение. Смотри, разбойник, последний вздох, две минуты осталось ему там или сколько, примерно мы говорим. Последние минуты дыхания он спасет. Друзья, это также не сочтите небрежностью или с нашей стороны может быть грубостью даже. Если мы будем говорить относительно того, что мы не верим категорически, что есть возможность уже у гробовой черты, уже когда человека к человеку сложили руки и положили то, что называется четыре доски, есть после этого возможность отмолить его грехи. Но это просто не по Писанию. Не сочтите грубостью и неуважением к вашему вероисповеданию или религии. По традиции может вы приняли такую точку зрения, концепцию, но это не по Писанию. Если написано человеку положено однажды умереть и затем суд. Не написано, что человека можно после однажды умереть, после этого отмолить его грехи, после этого поставить свечку, после этого вручить пропуск в Царстве Божьем нигде не написано. Нигде этого не написано. Мы верим, что в последнюю секунду может человек покаяться. Совершенно верно. Для этого нужно несколько секунд, чтобы наладить с Богом отражение, но до смерти. Да. И плюс к этому очень важно сделать ремарку, пастор Нада, к тому, что ты сказал. Мы не имеем права, мы не имеем права ожидать, что когда мне придет 60 или 70, и вот последняя секунда будет, или 80, и я успею. Не успеешь. Но так мы не можем ожидать, мы не знаем, когда последняя секунда будет. Неоднократно люди говорят, когда будет второе пришествие. Я одному говорю, оно может быть у тебя через 5 минут. На первом светофоре. На первом светофоре. Совершенно верно. Совершенно верно. И поэтому, друзья, да, Господь спасает в последнее мгновение. Господь дает жизнь вечную в последнее мгновение. Есть ряд красноречивых историй и примеров и в Старом, и в Новом Завете. Но нельзя злоупотреблять Божьим долготерпением. Когда человек грешит, 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 ему говорят, слушай, остановись. У кого ничего не случается? Совершенно верно. Он говорит, слушай, меня несколько раз, так сказать, миновала эта чаша 10 лет назад пуля мимо просвистела. 5 лет назад я чуть не сорвался в пропасть. Там канат мне бросили, я охватился, выкарабкался. Потом позапрошлую неделю там еще где-то меня чуть не убили машиной. И вовремя я... То есть я такой везучий. Один говорит, я такой везучий. И не знал. Захлебнулся в чашке воды. Не туда попало, говорят. Врачи потом исследовали и говорят, слушай, в этого человека ему было 60 лет, по-моему. Вот это глоток воды всегда шел в правильные дыхательные, то есть правильные пути, вот куда пищевод должен идти. Откуда ни с того ни с сего здоровый человек и тем более его много раз миновала смерть, много раз. По его же свидетельству и по свидетельству его родственников. Но видно, он переступил границу Божьего долготерпения. И Господь сказал, достаточно. А его предупреждали. Ты не знаешь, что будет в следующий раз. Захлебнулся стаканом воды. Даже не стаканом. То есть глотком воды. Стыдно даже родственникам, как умер. Стыдно, говорит, родственникам делиться. Глотком воды, говорит, захлебнулся. То есть о чем это говорит? Это предостережение для каждого человека. Не знаешь, когда будет эта черта. Не знаешь, когда Господь скажет в своей власти предел, так сказать, пришел предел, пришла черта. И эту черту дальше не перейдешь. Он не только ушел, радый, что он ушел с этой земли, но как мы говорим, он, там где-то апостол Павел говорит, что он совершает, помогает нам совершать наше спасение. Это Бог помогает. Для этого он посылал Дух Святой на эту землю. Он говорит даже ученикам, что для вас лучше, чтобы я ушел. Потому что он предвидел для них, для учеников, для тех, которые остались и нас с тобой, всех нас с вами, большую работу на этой земле. Ту, которую он начал. И он сказал, вы сделаете больше, чем я сделал. Точно. Дела, которые я творю более сотними. Да, будете мне светлями до края земли. Мой тату думает, что большие дела это огонь с неба сводили еще. Хотя и это чудеса. Нам приятно, когда люди исселяются и изгнание происходит. Но самое большое чудо для Бога и для нас на этой земле, когда человек, который не способен ни на что, а он поменялся, покаялся и готовится в небо. и Бог сопричислили его к небожителям. Кто-то сказал, что Христос, что, как же, христианами это люди стали называться. Иисус не говорил это. Иисус говорил, вы мои друзья, ученики, вы ученики, вы дети, сыновья и дочери Авраама, и дети Божьи, мы к небожителям сопричислены. Вы каждый, это тот народ, который не принадлежит к этой земле. И он для этого сделал очень много на этой земле, делает. Он посылал Дух Святой, он говорит ученикам, как я уже сказал, что для вас лучше, чтобы я ушел. Если я пойду, я умолю Отца, Он даст вам Духа утешителя, или сам Он распределил некуда ей дары, так говорит Слово Божье, что Он принял плен, вошел на высоту и дал дары человекам, Он распределил всю работу на этой земле для того, чтобы она продолжалась. И Он следит за этим. Ты думаешь, в Его планах импакт тоже был? В Его планах любой человек большое дело, где миллионы слушают, как на импакте, я очень ценю и я верю, что это Его большая работа. Смотри, как Он отзывается в своей работе. Эту все, всю ту работу, о которой мы говорим, это все заключается в церковь. Он говорит так, я создам церковь на этой земле. А потом Он добавляет то, что незыблемую истину, которая укрепляет нашу веру, и врата ада не удаляет ее. Потому что Он знал, что будет делать дьявол для церкви, но Он говорит, он ее не удаляет. То есть Христос предупредил, кстати, вот очень важную мысль ты подчеркнул истину. Христос предупредил, что мы в нашей борьбе можем дойти даже до того, мы можем оказаться у ворот ада и не одолеют. Даже можем оказаться там, ну и, казалось бы, один шаг, и ты все. Но да. Но там с тобой Господь будет. Когда уже мы можем дойти до того, потому что мы люди. Кто-то сказал, один из проповедников, я когда был молодым, как же, я, думал, что все совершенные, только я один такой, и мне было тяжело. Если бы, как же, другие говорили, так как я сейчас говорю, что мы все большие, малые пред Богом и попадаем в искушение, и приходит мысль и искушение сдаться, то мне было бы легче. Потому что я бы знал, что все борются. А я думал, конечно, только я борюсь. То мы, даже в последний момент, смотри, Петр, он в самый последний момент, он уже был у черты, как ты говоришь. Там нет то, что у черты, я даже не знаю, как сказать. Христос сказал, если кто отречется, я отрекусь. Точно. То я думаю, что это уже на черте такого было. Да, да, да. И он вернулся. Тогда, когда дьявол, может быть, радовался и говорил, вот так написано, Христос говорит, что все сатана просили, чтобы сеть в пшеницу. Но я молил, он Петру конкретно говорит, чтобы не ускудила твоя вера. Я верю, что он всем это говорил, но конкретно Петру показывал. И вдруг дьявол говорит Иисусу, когда он кровью течет, в вино, это все сбивается, он не может подняться с земли, а дьявол говорит, видишь, твой любимчик отрекся от тебя. Это уже все. Дьявол считал, что он уже за чертой, что он уже на территории, а он оттуда выкарабкался. Вернее, Иисус, Бог помог ему. Потому что те слова, которые он сказал, первое, что он посмотрел на него с любовью, взгляд, он видел его, написанное, он сразу заплакал. Он понял, что сделал ошибку. А там же, а потом говорит, скажите, учениками Петру. И Петру. Это второе, что очень важно для нас, что в любом положении, в каком бы мы не оказались, а нас ждет Иисус. В любом положении, в каком бы христианин не оказался, в тяжелом, нету тяжелого, безвыходного положения для Иисуса. Нету такого положения, чтобы Иисус сказал, ты мне не нужен. Такого нету. Ты так говоришь, да? Конечно. Так нам говорит Библия. Нету. Единственное, для нас, людей, христиан, или для всех нас, нужно понимать, что в любой ситуации нас ждет Иисус. Тебе тяжело, тебя упустили из руки, не хватает веры, ты согрешил, ты в депрессии, ты упал, но помни, что тебя ждет Иисус. А с ним решаются все вопросы. Мы же видим в Библии, что некоторые люди пробирались сзади к нему. Потому что боялись прийти, и вы побили камнями. Но они верили, что если они придут к Иисусу, там решатся их проблемы. Ну, женщина, Мария, когда пришла там сзади, а Симон говорит, если бы ты знал, бы кто, он бы ее не пустил. Но она где-то глубоко чувствовала, проходя уже за Иисусом, я верю, что она следила за этим, она видела, слышала все события, которые происходили, и в нее где-то внутри искорка веры была, если бы я пришла к нему, он бы решил все мои проблемы. А за кей? И это оправдалось? Или за кей? Мы бы сказали, а что ты боишься? Днем прийти, что ты пришел ночью? В АРС. Приди днем, мы поговорим, а что ты ночью приходишь? Но Иисус поуважал его, он пришел, поговорили с ним, и за кей, и все. Это Никодим ночью пришел, я попутал. Но он любого, кто приходит, за кей, за кей, Никодима, он внимательно присмотрелся, и говорит, я видел тебя, когда ты еще был под спокойницей. А откуда ты меня знаешь? Да я знаю, я тебя видел еще там. Что там происходило, мы не знаем, мы можем гадать. Мы думаем, что Христос не знает о наших слабостях, мы думаем, что Христос не знает о наших падениях. Христос видел его, как ты говоришь, под смоковницей, Христос видел его слабые, сильные стороны. Мы стараемся, зачастую, перед людьми показаться чуть-чуть лучше, но Христос знает, что внутри нас. Насколько мы лучше или мы находимся в долине, в глубокой долине. Ну давай. То есть перед ним закрывать то, в чем я нахожусь, не стоит. Потому что он скажет, как ты говоришь, как сказал Закеве, да я же видел тебя там, что ты скрываешься, что ты залез на дерево, я видел тебя еще несколько дней назад или год назад под смоковницей. Действительно. Ну давай кто-то нам задаст вопрос. Если ты говоришь, если мы говорим, что он все знает, он все видит, он ждет, то почему он допускает до такого момента и не приходит на помощь он, а ждет, чтобы мы пришли к нему. Вот вопрос для многих людей. Они говорят, почему Бог допускает до этого и он ждет, чтобы его искали, а он не приходит. Давай подумаем над этим. А у нас 5 минут осталось. Мы эту тему не разоврем. Как раз этот вопрос. Мы за Духом Святой мы уже не будем сегодня трогать. Не будем говорить, да. А уже поговорим над этим, что почему он ждет в стороне и ждет до последнего момента. Смотри, даже мы уже говорили в начале. Христос в сильном бурении, в молитве. С сильным воплем и со слезами даже написано. Со слезами написано, да, он молится, вопиет, и ему нет никакой помощи. И друзья оставили, и с неба мы не видим, чтобы приходила помощь. Когда уже он принял решение, закончилась молитва, написано, пришел Ангелий, укрепил его. А почему раньше не пришел? Так самое и в людях. Почему это происходит? Потому что он есть Бог справедливый, и он дал человеку полный выбор. И он не может человека сделать работу. если бы он пришел и вытащил, дьявол бы сказал так, так любой, помнишь, за его он говорил, не ты не оградил его. любой будет служить, ты его оградил, дал ему все, а почему бы он не служил? Попробуй возьми. То есть, если бы Бог оградил человека, то мы были бы, может быть, довольны. А дьявол сказал бы, ты не прав. Так, любой будет служить тебе, если ты взяешь, возьмешь его, взял его, не даешь мне возможности его искушать, то как ты узнаешь, верный он или не верный. И за Адама так говорят некоторые проповедники, что почему он дал им выбор. Потому что, если бы он не дал им выбор, они бы не знали никогда. Он им говорил, что вы умрете, а они бы даже в жизни не поняли, что это такое. Пока они не попробовали, они бы не поняли. А так он им дал возможности, не попробовали. И он дает последний шанс к человеку. Мы имеем право. Бог говорит, я тебе даю право выбора жизни. Да. Жизнь или умереть. Ты имеешь право спасения, я совершил спасение, а остальное за тобой. За тобой. Давай, принимай решение, иди ко мне, как эта женщина, о которой мы говорили, пришла к нему. Иди, решение за тобой. Придешь ко мне? Очень важный момент. Мы сейчас совершим молитву, я попрошу, как раз во свете этого слова, о чем мы беседуем. Кто-то из людей в болезни, кто-то в проблемах, кто-то уже в глубокой долине, кто-то в яме. Мы совершим молитву, просто молитву поддержки, что у них есть надежда, что у них есть слово, что у них есть обетование Слова Божия. Не отчаивайся, не ослабевай, не унывай. Господь с тобой, Господь на твоей стороне. И мы в молитве уйдем из эфира. Молимся, соверши молитву, Господь, мы благодарны Тебе за жертву Голгофа. Мы благодарны, что Ты полюбил всех нас, всех людей на этой земле. И умоляю, просим Тебя, помоги тем, уходят в веру. Помоги тем, кто упал, кто из немог, чьи руки упустили, кто не имеет никакой надежды на будущее, не имеет никакой возможности выбраться. Помоги понять каждому из этих людей, которых мы перечислили. Помоги им понять, что Ты готов помочь, чтобы они пришли к Тебе. Помоги им выбраться из этого. Помоги им прийти к ногам Твоим. Помоги им благослови. Мы благословляем именем Твоим. И просим, Господи, помоги каждому одному. Укрепи веру народа Твоего, веру детей Твоих, те, кому тяжело, кто может быть болен, Господи, и думает, что это поражение пришло от Тебя, Господи. Но Ты простри свою руку и дай освобождение. Ты помоги таковым. Во имя Господа Иисуса Просим Тебя, Господи. Аминь. 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 Аминь.